Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Советы Богачек И, конечно, с нами на прямой связи психолог, психотерапевт Ирина Богачек Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Да, я понимаю, мы сегодня займемся математикой Будем вычислять формулу идеальных отношений Именно, да, именно так И все по науке, все по науке Если вообще, действительно, вот некоторые же сомневаются Говорят, что вот деление на физиков-лириков Что невозможно, как бы, чувства измерить И определить их какими-то математическими формулами Но выходит, что ошибаются Ошибаются И еще с древних времен И в данном случае сейчас я буду про древних греков Уже вставал вопрос о том Существует ли формула гармоничных отношений Ну, мы знаем, что греки применяли математику везде и во всем В искусстве, в архитектуре В том числе это касалось и взаимоотношений В данном случае взаимоотношений в паре Мужчина и женщина И в свое время еще Аристотель Предложил некие треугольники И вот в этих треугольниках кроется Весь секрет счастливых гармоничных отношений И сейчас я об этом Сейчас мы это узнаем Узнаем все это, да Итак, если мы возьмем два равнобедренных, равносторонних треугольника Вот один треугольник мужской и один треугольник женский То есть по 33% на каждый угол То вот эти взаимоотношения Они могут между собой сочетаться Итак, начнем с вершин Дело в том, что в женском треугольнике Женщина на 33% в отношениях Должна быть великой матерью Потом, собственно говоря Эту терминологию уже в своих исследованиях Использовал великий гений Карл Густав Юнг Почему на 33% женщина должна быть великой матерью? Потому что мужчина в своем треугольнике На 33% является божественным сыном Но это вообще моя излюбленная тема Я без конца об этом говорю Кто такой божественный сын? Это мальчик 9-10 лет Не важно, сколько по паспорту вашему мужчине лет Совершенно не важно На 33% как минимум Он на всю жизнь остается Тем самым мальчиком 9-10 лет Который капризничает Если не получает, например, заботу и внимание Со стороны женщины-матери А что мы в итоге имеем очень часто? Ну, например, многие женщины считают Что чем больше заботы, опеки Вот этой пищи материальной Котлеты с гречкой я буду давать своему мужчине Тем больше он будет ко мне привязан И начинают без конца В течение дня трезвонить и спрашивать Где ты, что ты А во сколько ты придешь А что ты будешь сегодня на ужин Котлеты с гречкой или с макаронами Да без разницы этому мужчине Как мальчику 9-10 лет Ему нужно совершенно другое И так вот в этих вершинах Женщина должна своего мужчину Кормить вот той самой заботой И похвалой И тут есть еще одна Очень четкая формула На одно порицание Должно быть 4 похвалы То есть часто ли вы Часто ли вы хвалите своих мужчин Я спрашиваю женщин Они говорят, а зачем его хвались? Он взрослый, здоровый мужик Причем тут какая-то похвала Я говорю, нет-нет-нет И вот в этом глобальная ошибка Но и захваливать нельзя Иногда поругать тоже нужно Как мама, например, сказала Слушай, ну вот ты вот здесь облажался Но дальше нужно предложить вариант И сказать, ну что Вот такое случилось Давай будем думать Что мы будем с этим делать Не по типу Ну и как ты будешь с этим разбираться И где наша подушка безопасности И где твоя ответственность Мы уже в нашей программе Соры как раз это проговаривали Вот эти формулировки не работают Мужчина вот таким образом не слышит А если ты говоришь Ну что, ну вот так случилось Давай будем думать Что мы можем с этим сделать И в данном случае Забота и опека не всегда Как я уже сказала Заключается в приготовлении пищи Это тоже хорошо Но иногда это всего лишь Поглаживание Утешение Если у мужчины, например Произошли какие-то неприятности На работе Просто посидеть рядом И погладить по спинке А иногда даже и по головке рекомендую То есть это 4 плюс 1 Как маленького мальчика То есть на одно порицание Вот это считается Как одна вот похвала Да, вот какое-то поглаживание Или поддержка Да, да, да Но здесь не обязательно Что вот один раз поругал Потом четыре раза похвали Я говорю в соотношении Что на одно порицание Должно быть как минимум Четыре похвалы Иначе У этого самого мальчика 9-10 лет Божественного сына Может закрепиться Отрицательный результат И он будет чувствовать Со временем себя неуспешным Я вот и здесь проштрафился Я вот и здесь что-то не то сделал Да, я вот и здесь забыл А если еще эта великая мать То бишь, тире Его партнер Говорит, что А вот посмотри Как Василий Петров Там своей супруги И шубу купил И на курорты повез Или еще что-то То вот здесь просто Убийственная история Потому что мы уже знаем Сравнение для мужчин Это смерть Итак, еще раз По вершинам Женщина должна быть На 33% Великой Матерью Потому что мужчина На 33% Божественный сын То есть мальчик 9-10 лет И вот если этот Божественный сын Не получает Как раз таки Заботу и опеку Он может начать Истерить А как выглядят Истерики Взрослого мужчины Он может Ну, самое простейшее Он может алкоголизировать Он может Загуливать Он может Например Совершать какую-то Социально одобряемую Деятельность Которая с одной стороны Вроде бы ничего Плохого Не предвещает Но ее так много Что это уже В общем считается Ненормальностью Например Бесконечно на рыбалку Или бесконечно На охоту Или бесконечно Я не знаю Фитнес Просто он там Живет в этом фитнесе Ну, вроде бы Все хорошо Но А где же ты Вот В этих отношениях Итак По этой вершине Мы кормим Мужчину Заботой и опекой Здесь сразу Предваряю вопрос Женщин Которые мне скажут А почему вот именно мы А почему вот это мы Должны делать А не мужчины И вот здесь Одна из главнейших Формул Взаимоотношений Следующее Отношения Дела рук женщины Потому что Женщины Силу своей психики Гибкие И пластичные Мужчина же Жесткая И такая вот Знаете Неразделимая Синтетическая конструкция Поэтому хочешь Чтобы менялся Твой мужчина Меняйся сама Женщинам Гораздо проще Измениться Я уже рассказывала Если у нас какая-то Трагедия Мы волосы перекрасили Все У нас начинается Новая жизнь А у мужчины Если его уволят С работы Ну это все Это как бы Мир рухнул Это просто Крах Итак По этой вершине Я думаю Что я Ответила Осветила Теперь Переходим К следующим Вершинам Далее На 33% Женщина Должна Являться Гетерой Потому что Мужчина На 33% Воин И кто Такая Гетера Это женщина Которая Наполняет Своего мужчину Энергией Любви Она ресурсирует Его И вот здесь Самая ключевая Фраза Которую стоит Говорить Ты исключительный Как здорово Ты это делаешь Какой ты Необыкновенный В том Что ты Допустим Творишь Я восхищаюсь Тобой Ведь Как часто Почему Мужчины Уходят Или ходят Скажем так На сторону К любовницам Потому что Им там Как раз И говорят Что они Исключительные Даже если Они не такие Им все время Подчеркивают Их достоинства Их наполняет Там какой-то Энергией Они потом Приходят И творят А дома Чаще всего Женщины Как раз Слетают В эту великую Мамашу Которая Иногда Может стать Все пожирающей Мамашей Такой контролирующей Которая Без конца Говорит Ты вот это Не так сделай Ты вот это Не так сделай Вот здесь Ты допустим Там Промахнулся Считая Что тем самым Они могут Улучшить отношения Нет Нет И нет Итак По вершине Гетера И воин Конечно же Здесь стоит Ресурсировать Мужчину На какие-то Подвиги Иногда Даже Я говорю Мужчина Может быть Сам не подозревает О своих талантах А женщина Мужчина Слушай А давай попробуем И я В этом случае Вспоминаю Историю Одной Своей Знакомой Пары Молодой человек Никак не мог Найти себе Женщину Ну Он Много Менял Партнерш И пытался Даже Выстроить Отношения Пока Ему Не попалось В одной Компании Его не Познакомили С девушкой Она была Еврейской Национальности И в ней Конечно Была Определенная Глубокая Мудрость Она была Старше Его На секундочку На 9 лет Но Если Со всеми Остальными Барышнями Которых Он выбирал Он все время Хотел Красоваться И они От него Требовали Какой-то Подарки Поездки Куда-то То эта Барышня Сказала Значит так Посмотри Какой ты умный Давай ты Я договорюсь С профессором Из горного Университета Напишешь Статью Слушайте Она Действительно Договорилась И они На тему Как бы Определенного Бизнеса Написались Я хохотала Честное слово Я думаю Ну я ученый Я же понимаю Что он явно Не в состоянии Написать Вот эту Научность А он не ученый Не ученый Совсем далекий От науки Он занимался Стройкой Строительным бизнесом И она Договорилась С профессором Они написали Статью Вы не представляете Какой он был Гордый И счастливый Вот та самая Лебеденозная энергия Когда она сказала Я тобой восхищаюсь В тебе столько Запала Невостребованной Вот этой вот Активности Давай ты будешь Двигаться Вы знаете Через буквально Полгода Он на ней женился И собственно До сих пор Живет в счастливом браке Именно потому Что она дала ему Вот это ощущение Исключительности О чем он вообще В принципе Даже не подозревал Что он способен На это И дальше Больше Дальше Больше И в какой-то Период Он даже Выиграл приз За строительство Какого-то поселка У нас Коттеджного поселка Выиграл приз Вот как лучший Застройщик Санкт-Петербурга То есть Это вообще Потрясающе Какую она ему Дала уверенность И вот В этой зоне Гетера И воин Как раз Речь не только О сексе Но и о сексе Тоже И в данном случае Мы здесь Кормим Мужчину Кормим В кавычках Вот той самой Лебеденозной энергии И в данном случае Сексуальной активностью Тоже То есть Без конца Например Отказывать Мужчине В сексе Женщины Женщины Иногда Некоторые Вот таким образом Наказывают Мужчин И совершают Просто колоссальную Ошибку Потому что Это тоже Еда Вот представьте Вы этого Божественного сына Один день Не накормили Второй день Не накормили Третий день Не накормили Он пошел Но он как минимум Пойдет в кафе Или В общем К другой Скорее всего Даме Которая будет Хлебосольной В этом отношении И конечно Когда женщина Наполняет Мужчину Вот этой Вот Энергией Он просто Хочет звезды С неба доставать Когда она Восхищается Им Когда она говорит Ты исключительный Как ты смог Или как тебе Расскажи Как у тебя Это получается И восторженно Смотрит на него Именно поэтому Ходят к любовницам Милые барышни Потому что вот там Мужчины получают Как раз Вот то самое Признание И восхищение Которое необходимо По вот этим Вершинам Ну то есть даже Может быть Он не хватает Звезд с неба Но вот это вот Воодушевление Может его Наоборот Подвигнуть Конечно Конечно И в данном случае Здесь ты не как Мать выступаешь Да Мать Она как бы Помогает Опекает А здесь ты выступаешь Как ну Некий партнер Который восхищается Твоими талантами Твоим умением О которых Возможно Ты вообще Даже сам не подозревал Более того Когда женщина Еще транслирует Это Она говорит А вы знаете Вот мой любимый Он оказывается Вот то-то 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 Я просто В шоке Я вообще Даже не ожидала От него И услышав Это От своих друзей Или еще где-то Невзначай Он будет понимать Вот смотри Какая моя Ценность В данном случае Вот То есть Вот здесь По 33% Следующие 33% Третья вершина Вот чаще всего Оказываются Очень провальными У женщин Потому что Как только Они считают Что выстроились Соотношения Дальше делать Ничего не нужно Ну максимум Я Навожу красоту В доме Готовлю Рожаю детей И потом Занимаюсь Этими детьми Вот это Вот утопия Говорю сразу Потому что По третьим вершинам Женщина На 33% Должна быть Жрицей Сейчас я объясню Что это такое Поскольку Мужчина На 33% Исследователь То есть Ему Нужны Новые знания Новая информация Новые впечатления Которые Конечно же Он Собственно говоря Может где-то взять еще Но лучше Если он Эту информацию Будет получать От своей любимой И вот сейчас Я объясню Что значит Быть жрицей Это значит Иметь какую-то Свою Private зону В которой Ты кайфуешь Ты получаешь Там Какую-то энергию Ты занимаешься Каким-то делом И Это не такое дело Которое только тебе Знаете Полезно Например Девочки скажут Я буду ходить На танец живота А танцевать А польза Вот эта Информационная Какая твоему Мужчине Это должна быть Такая зона Где ты Получаешь Некую информацию Которую Например Сам мужчина Получить не может Ну например Вот я преподаю В высшей австрийской Школе этикета Это школа Для барышей То есть Мужчины Туда не допускаются Но я прихожу И например Рассказываю Про то Как например В 19 веке Свекрови Отбирали невесток Когда смотрели Как они управляются Салфеткой Столовой салфеткой Хлопчатобумажной И так далее То есть Очень много Каких-то Интересных моментов Которые В принципе Женщины Почему-то думают Что мужчинам Неинтересно А на самом деле Как раз Мужчины Являются Более любопытными Существами И психологи Это давно доказали Даже более любопытными Чем женщины И вот Самый важный момент Который Здесь стоит Отметить Ты должна Делиться Такой Информацией Которой Потом Твой Вот этот Мужчина Божественный Сын В компании Себеподобных Будет Хвастаться То есть Например О том Что ты Красивая Ну вот Один раз Тебя увидели Сказали Слушай Вот У Петрова Красивая Жена Ну окей Что ты Прекрасная Хозяйка Хорошо Это надо Распробовать Готова ли ты Каждый день Принимать В гости Ватагу Друзей Твоего Любимого Вот они Будут ходить Тебе без конца На твои борщи Пирожки А здесь Должно Быть Что-то Такое Что Еще раз Повторяю Мужчина Сам Может быть Не может Добыть Эту информацию А в силу Того Что она Может быть Ему Не нужна Или Нехватки Времени И так Далее Вообще Даже Потому что Он не думал Об этом Привожу Пример Вот Мой Супруг Часто Ходит В сигарную Комнату Где Собираются Как раз Мужчины Та Самая Ватага Ребят То есть Мужчине Всегда Необходима Компания У каждого Мужчины Будет Ну хотя бы Один Закадычный Друг Это 100% Перед Которым Собственно И можно Похвастаться И вот Я как-то Ездила На конференцию И слушала Очень интересный Доклад По зеркальной Нейроны Приехала И рассказала Ему Вот Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Как раз Вот За Ужином Или за Ланчем Не помню Ровно Через За какое-то Время Мне эту же Информацию Транслируют Его друзья И говорят Слушай А мы вас знаем Он нам рассказал Что вот То-то-то-то-то Или так далее Ну еще Массу Психологических Штучек Я подбрасываю Там интересных Например Один лучше Чем два Это такие Какие-то там Психологические Манипуляции Которые например Можно использовать В переговорах Они любопытны Конечно любопытны То есть Каждая женщина Может давать Что-то свое Что-то свое Чем наполнять Своего мужчину Может быть она Я не знаю Интеллектуалка И она Изучила Какие-то труды И вот уже В таком Трансформированном Виде Будет рассказывать Об этом Своему мужчину Может быть она Даже Его увлечет Какой-то идеей Я не знаю Например Заниматься йогой Или например Здоровым питанием И так далее Безусловно Обосновав И так далее И мужчина Будет говорить Да Посмотрите Как я похудел Как сказал Осип Пригожин Когда У них Возникли отношения С Валерией Она абсолютнейший Такой Сторонник ЗОЖ И она посадила Его на кашку На овощи Еще на что-то И он говорит Посмотрите Вот моя жена Из меня И она делала Теперь такого Стройного Здорового Мужчину А до этого Я совершенно Не уделяла Этому Никакого Времени А может быть Она может Собирать информацию Может быть Я не знаю О событиях В городе О концертах О выставках И таким образом Его приобщать Конечно же Конечно же Ну я не знаю Вот Все что угодно Да То есть Может рассказать Например Супруга Олегу А Олег Потом Может запросто Поделиться Не только Сватагой Своих друзей А вообще Огромная Аудитория Радиослушателей Но в силу Своей профессии Вот этим Мужчина Должен Гордиться Что его Женщина Не просто Рассказывает Ему о том Что наш Грудной Малыш Сегодня Пять раз Поел Пописывал Покакал Извините И плюнул Где-то Пустышку Или о том Что твоя мама Приходила И вот такое Нам натворила Вот это Не та информация Которая нужна Мужчине И вот сейчас Самую важную Вещь скажу Что информации Мужчину Нужно Так же Кормить Как котлеты С гречкой И вот этой Сексуальной Энергией Да Которая Восхищение Точно так же Мужчину Нужно Кормить Информацией И в силу Того Что я Именно Семейный Психотерапевт И ко мне Часто приходят Пары Я уже По-моему В какой-то Из наших Программ Говорила Но повторюсь Что вот Приходят Десять Мужчин Только Один Говорит Что ему Его барышня Но не подходит Как сексуальная Партнерша Во всех Других Случаях Мужчины Говорят Мне с ней Не интересно Это вот Как раз О той Самой Прайват Зоне Которой Женщины Забывают Мне говорят Ну а что же Мне А что же Мне Я говорю Да ты Вы знаете Можно же Даже интересно Рассказать Я не знаю О новом Рецепте Блинчиков Который Например Там кто-то Готовил Какая-то Известная Личность По телевизору И я вот допустим Там тоже Опробовала Попробуй По-моему Какая-то фигня Да и правда Что фигня Это тоже Может быть Интересно Но почему-то Я говорю Барышни Очень часто Забывают Об этом И считают Что это Само собой Разумеющееся Даже скажу Больше Они считают Что я же Сижу дома С детьми Да я никуда Не выхожу А где я тебе Должна добыть Информацию Слушайте Но сейчас Вообще Век Технических Да Цивилизации Технической То есть Столько Ты вот смотри Сиди в гаджете Не лак для ногтей Я не знаю И там Это тоже Конечно же Нужная вещь Но что-то такое Что ты сегодня Сможешь за ужином Рассказать Своему Супругу И он точно Не захочет Куда-то там Надолго уходить Потому что Ему с тобой Интересно Или продумывай Какие-то путешествия Или продумывай Какие-то Опять же Такие Театральные постановки Или еще что-то Ой Расскажу Смешной случай Я Ну В начале Наших отношений Решила Я сегодня буду рассказывать Какие стадии Проходят отношения Я решила Что мне нужно Пристрастить Моего супруга К опере И думаю Ну Надо выбрать Какую-то оперу Но где он точно Хотя бы что-то Немножко Знает Или слышал И выбрала я Оперу Фауст Где есть Та самая Знаменитая Ария Люди Гибнут Заметал Ля-ля-ля-ля-ля Вот И вот он Вот он сидит И говорит Ну когда она будет Я уже больше не могу Ну когда она будет Я говорю Слава богу Что эта ария Идет в конце Первого акта На второй Третий акт Он уже ушел Встречаться с друзьями Больше не высидел Дальше я еще Большую фантазию Включила Я уже стала брать Покупать билеты Целиком Ложу Ну приглашали мы друзей У нас В Мариинском театре Есть такие ложи Где вот Шесть стульчиков И потом такой Как предбанничек В котором Можно накрыть стол Заказать туда Допустим Там бутерброды Шампанское И так далее И вот Вот нужно сделать Допустим Культурную Мультурную Такую программу С семьей То есть детей Вот семья Пара И мы женщина Слушаем оперу А мужчины Примила В этом предбаннике Жуя бутерброды И запивая там Коньячком Обсуждают Свои бизнес проблемы Периодически Выплывая Вот в эту часть На арию На самую главную Арию оперы Да-да-да Послушая Какую-то известную Оперу И дальше Заплывают Ну а правда И это уже Немножко У меня Так сказать Утих Запал После того Как я Пригласила На Вагнера Зигфрида Который идет Четыре часа И здесь уже Вообще Никто не выдержал И даже Ложа не помогла Но тем не менее Я про то Что если вы И хотите Давать информацию Давайте в такой форме Чтобы это не было Насильственно Заинтересовывайте И тем не менее Мой супруг Все время вспоминает Как он ходил На этого Зигфрида Вот Все Заикарилось Он говорит О нет Больше не пойду Никак Но я был Вот это самое главное То есть И собственно говоря Этим тоже Можно похвастаться Перед своими Друзьями Там С разной интерпретацией И вот Я осветила Как раз Наши Эти треугольники Вот ту самую Нашу формулу И здесь Мне зададут Барышни Вопрос А где же Мы Как девочки Вот сейчас Это очень популярно Да Я хочу быть девочкой Я не хочу быть Взрослой Я хочу Чтобы обо мне Заботились И пекали Меня дарили подарки Там Нянчились со мной Да Действительно На сегодняшний день Вот этот архетип Очень актуален Дело в том Что во времена Аристотеля Вот архетип девочки Был Не актуален То есть Женщина В семье Девочкой Точно не могла быть А вот Сегодня Да И мы встречаем Огромное количество Пар И у нас тоже Была даже Программа Разница в возрасте Когда вот Я рассказывала Про девочку И дедушку Да И вот Удивительную вещь Я сейчас Вам скажу И открою Тайну Как раз Отношения Сестра И брат А именно Вот тот самый Божественный сын И женский архетип Девочки Попадает Мы проиграли Вместе Да Чуть постарше Вот Конечно же Замечательно Если все эти Составляющие Есть в женщине То есть Она может быть И великой матерью И гитерой То есть Любовницей Да И жрицей Женщиной Которой Никому не принадлежит Да Которой Сама делает выбор И той самой Сестрой Которая с тобой Заодно И играет В твои игры Ну а У мужчины Соответственно Божественный сын Воин И следователь Ну и есть еще тоже Архетип великого отца Если вот Допустим Вот эта пара Девочка и дедушка Ну вот Тогда Все идеально Но Иногда Ко мне приходят В терапию люди И я им предлагаю Вот нарисовать Эти треугольники То есть Даю мужчине Два треугольника Вот напишите Как у вас И у вашей жены И даю точно так же Супруги И например Супруга рисует Что у нее 90% Мамаши А у мужчины 90% Сына Ну и смысл Менять Они комплементарны То есть Если треугольники Супругов Похожи То возможно Их все устраивает И огромное количество Мы знаем Браков И пар И вообще Даже определенные Такие Национальные особенности Вот например В еврейских семьях Но там огромное количество Мамы Да В супруге То есть Она без конца Опекает Заботится И так далее Поэтому мужчины Чаще всего В еврейских семьях Не уходят От своих жен Потому что У них отношение К ним Как к мамам Градус интимности Возможно Снижен Да Без этого Никуда А вот если Кардинально Треугольники Отличаются У супругов Все Вот здесь Вот Может быть Как раз Тот самый Крах Если не договорятся А чаще всего Женщины Я говорю Стоят в позу И говорят Не буду я меняться Пусть он меняется Пусть он что-то делает И так далее И в этом смысле Я все время Цитирую Сама себя Хочешь Чтобы твой Партнер Изменился Стань Другой Женщиной Женщинам Меняться Легче Именно потому Что мы Гибкие И пластичные А мужчины К сожалению Вот они Синтетичны И так Устроена Психика Почитай Любую книжку По психологии И ты поймешь Это А вот топать Ножкой Говорить Нет Я буду делать Только так Ну хорошо Давай посмотрим Почему у тебя Пятый брак И то распался То есть Начинаем За здравие Окончаем За упокой Ну а И сейчас Когда я Вот эту формулу Описала Я перейду К тому Что да Вот мы поняли Что вот так Надо жить Вот так Вот по 33% Всего иметь И вроде бы Мы начинаем жить Я все соблюдаю И все И вот мы Стали жить И умерли В один день Миф Дело Дело В том Что Отношения Тоже Проходят Некоторые Этапы И многие Люди Не зная Этого Пугаются Определенных Этапов Потому что Им кажется Что это Все У нас Уже Нет Ничего Общего Нас Ничего Не Объединяет У нас Разные Интересы И так Далее Ну а сейчас Подробненько Как раз Об этом Расскажу И так Любые Отношения В паре Они проходят Четыре Этапа Четыре Этапа И Первый Этап Он называется Близость Когда Партнеры Вообще Дышат В унисон Им нравится Все Одинаковое А ты Какую музыку Слушаешь Вот так Ой Я Такую А ты Смотрел Такую Постановку И как О великолепно Или например Там Ужасно Да Ты знаешь Я тоже Считаю Что ужасно А тебе Что больше нравится Плаивать Или на велосипеде Ой Давай на велосипеде И так далее И кажется Боже мой Смотри И здесь Мы совпадаем И здесь Мы совпадаем И здесь И он Такое ощущение Что я знаю Этого человека До тысячи лет Но смотрите Какие здесь Есть подводные камни Вот представьте Что вы опускаете Руку В воду Комнатной температуры Очень комфортной вам И перестаете Шевелить пальцами Через какое-то время Вы перестаете Чувствовать границы Вы уже не понимаете Где кожа А где вода И вообще происходит Что-то Или нет И именно Движение Движение Пальцев В этой воде Возможно Какие-то Температурные изменения Только тогда Мы понимаем Что что-то происходит Иначе У нас Ощущение Замирания Но Многие люди Считают Что вот эта Первая фаза Фаза близости Она будет Длиться Вечно Но это скорее Это влюбленность Это этап Влюбленности Может быть Нет Да-да-да Вот Фаза вот этой близости Или еще по-другому Она называется Слияние Дело в том Что эта фаза Заканчивается Я вас Могу Так сказать Огорчить К началу Второго года К началу Второго года Отношений Эта фаза Должна Закончиться Вот если она Не заканчивается Там тоже Есть определенные Моменты Тогда будет Еще больнее И наступает Фаза Которая Называется Отдаление Отдаление Вдруг Через год Мы начинаем Замечать Что наш партнер Вовсе не такой Замечательный Как нам казалось И по дому Разбросаны Там носки Брюки Рубашка Где шел Там и оставил И оказывается Что он Там И то делает Не так И это делает Не так То же самое Партнер Думает Относительно Нас И люди Начинают Рефлексировать Они начинают Мандражировать И думать Что ага Раз появились Различия Значит Мы отдаляемся Значит У нас Отношения Нарушаются И моментально Начинается Борьба за власть Кто-то из партнеров Пытается Второго Подделать Под себя Чтобы вот Снова Войти В эту фазу Слияния Что мы Одинаковые У нас Нет ничего Отличного И Люди Иногда Из-за таких Мелочей Разводятся В эту Фазу Ну вот Например Мне сейчас Вспомнился Эпизод Я очень долго Смеялась Когда узнала Почему Известнейший Голливудский Актер Орландо Блум Разошелся Со своей супругой Ангелочком Викторией Секрет Одной из самых Известных Ангелов Викторией Секрет Мирандой Кир Он сказал Я не мог Слушать Когда она Включала Своего Этого Дурацкого Джастина Бибера Но это же Невозможно Моя жена Точно не может Слушать Джастина Бибера Потому что Мне там нравится Что-то другое Вот Казалось бы Ну Ну Просто Ерунда Но люди Не позволяют Они пытаются Переделывать И у нас есть тоже Целая программа Про интересы Да Про Должны ли быть Интересы Одинаковыми Мы Да Обращаем Наших радиослушателей Туда Но Дело в том Что из-за ерунды Люди Разводятся И На самом деле Каждый человек Нуждается в отдалении Потому что Когда мы имеем Компании Собственных друзей Не общих Да Отдельных Когда мы Имеем Какие-то Свои хобби Когда мы Имеем Какую-то Деятельность Которой Вот как раз Не владеет Наш партнер Мы оттуда И черпаем Информацию Мы оттуда И приносим Ту самую Информацию Которую Как я уже Говорила Нужно Делиться Со своим Партнером То есть это нормально Например Я один раз Слушала интервью И узнала Что вот Анжелика Варум И Леонид Агутин Она говорит Вы знаете Что сохраняет Наш брак То что мы спим В раздельных комнатах Потому что ему Обязательно нужно Открывать форточку А я вот Категорически Это не люблю Мне нужно Чтобы было Очень тепло Чтобы было Пушистое одеяло И мы периодически Просто ходим На свидания Друг другу Кто-то мог бы Заистерить И сказать Как Спят раздельно Ну наверное Все Наверное Отношения Подошли к краху Как это так Спят люди В раздельных спальнях То есть нарушаются Какие-то ритуалы Здесь есть только Один Очень важный момент Чтобы вот На этой фазе Отдаления Уж слишком Не отдалились Люди Друг от друга Ну например Можно Договориться И принять Друг друга В чем угодно Но самым Сильным Камнем Преткновения Являются Любовные Треугольники Когда На этой фазе Отдаления Люди Начинают Метаться И искать Того С кем Можно сблизиться Чтобы войти Снова Вот в эту фазу Слияния Чтобы почувствовать Что вот здесь Меня понимают Чаще всего Говорят Вот здесь Меня понимают Здесь Меня слышат А ты Меня не понимаешь И не слышишь И если Вот такое происходит Здесь уже чаще всего Конечно Сложно Восстановить Отношения И чуть позже Скажу Почему Так вот Фазы Будут Бесконечно Сменять Друг друга И для того Чтобы снова Прийти в фазу Слияния Должны Произойти Еще два Этапа Третий Этап Называется Контакт А по другому Ой смотри Сколько у нас Различий Давай знакомиться Я тебе Покажу Вот это А ты Мне Покажешь Вот это И возможно Мы найдем Что-то Общее Это Различие Позволяет Каждому Из нас Получить Энергию Информацию И потом Поделиться Ей И вот Я категорически Против Раздельных Отпусков У нас тоже Была программа Совместные Путешествия Да Кстати Одна из Излюбленных Является У наших Радиослушателей Я вот смотрю Там больше всего Как бы Просмотров И лайков Прям вот люди Очень любят Эту программу Совершенно недавно У меня был мужчина В терапии Он говорит Вы знаете Я вот именно Послушав эту программу Решил прийти к вам В терапию Когда вы рассказывали Как лифчики Висят на люстре Вот Он говорит Я вот на то же самое Говорит Нарвался Когда пригласил Барышню В романтическое Совместное путешествие Так вот Я категорически Против раздельных Отпусков Потому что Мне кажется Что это Особая Часть Жизни Людей Когда они Реально Могут Побыть вместе Когда они Реально Могут Разделить Те самые Биологические Потребности Сон Еда Секс Мы вместе Здесь с тобой Хотя и там Даже есть Периоды Небольшого Отдаления Когда с утра Кто-то бежит На пробежку А другой Спит Ну вот Категорически Когда ездят Мужчины Вот Сами В отпуск А женщины Сами В отпуск Мне не кажется Это здоровым И нормальным Но не буду Навязывать Свою точку Зрения Понимая Что это Возможно Тоже Необходимо Я например Сама для себя Договорилась Вот Мой супруг Он часто С мужчинами Ездит на Чемпионат Мира по хоккею Но абсолютно Да Мужская идея Можно конечно Прикинуться Сказать Что ты тоже Великая фанатка Хоккея И пожалуйста Возьмите меня С собой Ну а Во первых Как это будет Выглядеть Перед другими Божественными Сынами То есть Перед другими Мужчинами Что это такое Допустим Вот он взял Свою жену А у нас тут Мужские какие-то Секреты Какие-то темы Обсуждения А тут вот Что-то его жена Болтается Даже если она И фанатка Хоккея Ну слушай Езжай тогда С ней отдельно Да Вот Как-то не очень хорошо Да И не факт Что этой женщине Действительно нравится Этот хоккей Может быть таким образом Она снова пытается Вот в эту фазу Слияния войти Вы знаете что называется Задом бятится Ой а давай я Вот это с тобой Буду вместе делать И вот это Буду вместе делать Конечно же Никто не отрицает Фразу что Умные девочки Не смеются Над игрушками Своих мужчин А учатся Ими управлять Но ровно в той степени Насколько тебе Доставит это удовольствие Если он гоняет На мотоцикле Ну попробуй Может понравится Если он гоняет На горных лыжах Попробуй Может тоже понравится А может не понравится И тогда сиди на склоне Попивай глинтвин И говори ему Как офигенский Ты там ехал По целине Это тоже определенное Участие Но я вот сейчас Про хоккей И поэтому Мне кажется Что вот есть у мужчин Какие-то Исключительно Вот такие Собственные Интересы И времяпрепровождение Куда вот женщинам Не особо Стоит внедряться Так же как И вот например У меня Есть женский клуб Который периодически Я вывожу Ну вот например В Париж И мы ездим У нас там такая Очень интересная Программа И так далее Ну вот что там Делать мужчине Ну вот Хотя даже Одна барышня В последнюю поездку Умудрилась Взять с собой Своего супруга И он Даже поприсутствовал На одном из Мастер-классов А потом Он блогером является И он написал Вы не представляете Мужчины Эти хитрые женщины Только при нас Говорят О разных глупостях А когда Они собираются Без нас Они решают Мировые проблемы Как вообще Захватить Там Мировое господство И так далее Но интересный Эксперимент получился Но тем не менее Тоже как-то Вот Все-таки Женская история Женские клубы Мужчинам По большому счету Делать нечего И вот Когда мы Все-таки Входим в этот Контакт И начинаем Принимать Принимать Это не значит Смириться Принимать Это значит Найти В интересах Твоего супруга Что-то Возможно Интересное И нравящееся тебе Может быть Вот я Например Я не люблю Шахматы Мой супруг Играет шахматы Без конца Но зато Я восхищенно Могу рассказать О том Что он Сейчас Там уже В какой-то Компьютерной Программе Тебе подбирают Да Этого Соперника И вот он Уже какой-то Рейтинг Там Завоевал И там Я говорю Когда же Деньги Будешь зарабатывать На этих шахматах Ну шучу Но я восхищаюсь Да Действительно Уже достиг Какого-то Определенного Уровня Точно так же Как и он Восхищенно Рассказывает Допустим Своим божественным Сынам О том Что вот Ирина у меня Опять Раньше он их называл Извините за грубое выражение С бабами А теперь он так уже не говорит Он говорит Ну да Классно Слушай У тебя Прекрасная идея Потому что В этот мой клуб Стали попадать И женщины С которыми он Пересекается По бизнесу И так далее Которые Например Никогда не могли Себе этого позволить Ну например Потому что они там Прокурор Или юрист А тут вот я их куда-то выложу И показываю им Другую жизнь И они говорят Слушай Как мы благодарны Твоей Ирке За то что она Вот понимаешь Нас так сказать Просветила И показала Что жизнь бывает И другой И вот после контакта Когда мы познакомились Вот только тогда Наступает То что называется Интимность Интимность И речь здесь идет Совсем не о сексе Интимность Это про доверие И безопасность Когда ты можешь Сказать своему партнеру Что да Мне вот это интересно Или я Вот это хотел бы попробовать Не боясь Что тебя отвергнут Да Возможно Твой партнер Тебе скажет Слушай Мне не нравится Эта идея Мне не нравится Эта затея Но Хочешь Попробуй Ну дальше посмотрим Если уже там Вляпаешься Куда-нибудь Будем Выбираться Вместе Но К сожалению Все настолько Индивидуально И иногда Играют Культурно-исторические Какие-то моменты Традиции Расскажу Про свою Племянницу Она Такая красивая Молодая Девушка Абсолютнейшей Барби Длинные светлые волосы Великолепная Фигура И В 15 лет Она уехала Жить к маме В Америку Ну и соответственно Вкусила Вот эту вот Культуру Но Перед тем Как уехать В Америку Ее первый мальчик С которым Она дружила В Санкт-Петербурге Учаясь в школе Он был мусульманин Ну и вот что называется Заякорилась Знаете Вот На всю жизнь Ей стали нравиться Именно мужчины Такого типа Вот эротический образец Пожив в Америке Она вернулась В Россию И через какое-то время Она встречается Глазами Вот они машина К машине Ехали Со своим будущим мужем Он уже уезжал С вечеринки Но увидев ее Как он описывает Я не смог Поехать домой Я вернулся Я нашел тебя И у них Вот началась Та фаза Слияния Все Они везде вместе И туда И туда И на этой кстати фазе Многие влюбленные Выкладывают Знаете Совместные аватарки Вот посмотри Мы вот тут вот там Мы вот там Огромное количество Совместных фотографий Вот Ну а дальше больше Дальше они решают Она хочет подарить Ему сына И Будучи беременной Она заказывает Фотосессию Где вот она С очень уже Большим животиком На американский манер В кожаных шортиках Растегнутых Знаете Ну потому что Животик уже не помещается Ну и какой-то там Я не знаю Тоже кожаный лиф Вопросов нет Красивой фотографии Она привыкла к этому В Америке Но он-то Мусульманин Из мусульманской Семьи И Тут же ему посыпались Обвинения Со стороны друзей Со стороны родителей Со стороны родственников Ты кого себе В жены взял Ты вообще С ума сошел что ли И так далее И вот к сожалению Вот эти национальные Конфликты И различия Они не смогли Преодолеть И Им не удалось Пройти вот эту фазу Понимаете Контакта Да А вот ты какая А вот я какой И интимности То есть они не вышли Уже на интимность Потому что Вот культуральные традиции Не позволили Им Договориться Хотя они пробовали Еще еще Но она говорит Я контактная Девочка в Америке выросла Понятное дело Там это вообще запросто Она говорит Почему он мне запрещает Ирина У нас к сожалению Уже осталось Вот буквально Меньше даже минуты Времени Да-да-да А мы не успеем Ну я хочу сказать Что Последние мои советы Богатчик Я могу сказать Или ты в правоте Или ты в отношениях Женщины Не бойтесь Давать мужчинам Инструкции Но только инструкции Они будут вам За это благодарны Хочешь Чтобы что-то поменялось Становись другой женщиной И тогда мир изменится Не думайте о том Что ваши интересы Различны Предлагай сама И дальше Если вам будет Обоим интересно Уже не важно Кто это предложил И слушайте программу Совета Богатчик Спасибо большое Ирина Богатчик Психолог Психотерапевт Из России Была сегодня с нами На прямой связи По скайпу До следующих встреч До свидания До свидания